В понедельник, 1 февраля, аппаратное совещание с главой Копейска началось с приятных новостей. Сразу нескольким юным копейчанам вручили дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации, подкрепленные президентскими премиями. Своими достижениями и в спорте, и в образовании, и в каких-то социальных инициативах достигают больших результатов, что не может быть незамеченным президентом Российской Федерации, что очень приятно. Для поддержки талантливых детей и молодежи ежегодным министерством определяются более 5000 юных талантов во всех регионах России. О том, что им присудили премии президента, копейские ребята узнали еще в прошлом году. Я выиграла конкурс «Надежда» в Академии искусства и культуры в Челябинской области. И вот они номинировали меня как лауреата президентской премии. Это было еще известно в том году, что я получу ее. И родители всегда поддерживали меня, и поэтому отнеслись очень даже хорошо. Направление, в котором проявила себя 18-летняя Копичанка – это народный вокал. К нему Полина тяготела с детства. Направление у нас с раннего детства, еще в Ясельках. У нас такой замечательный педагог есть – Галина Алексеевна Остроух. Вот она нам посоветовала, девочка говорит, у вас бойкая, голосистая, песни очень хорошо поет. Она ее еще в яслях, ее в садиках гоняла. И нам посоветовала обратиться к педагогам более далее, чтобы она дальше не теряла свой талант и развивала. Родительский вклад очень тяжек, но на фоне всего этого незаметен. Четыре раза в неделю вводить ребенка в музыкальную школу, чтобы она не только пела, но еще и освояла другие инструменты. То есть она у нас закончила на домру, учила фортепиано, соответственно, и учила сама уже на гитаре. То есть профиль должен быть профилем. Помимо Полины, 1 февраля дипломы получили дети, проявившие себя в других направлениях. Копичан отметили за социально значимую и общественную деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательскую деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество и любительский спорт.